я говорю и показываю премиум плагины от крокоблок плагины способны серьезно расширить функционал конструктора страниц элементы про на wordpress в этом видео я хочу показать элемент от крокоблок дед папа всплывающие окна любой сложности сейчас вы видите демонстрацию страницу разработчиков крокоблок ссылку на крокоблок я оставлю в описании под этим видео а также на своем сайте fedor васильев точка ком давайте в этом видео посмотрим на что способен плагин всплывающих окон вы здесь можете ознакомиться какие виды окон вы можете получить за счет данного плагина джет папа посмотреть виды анимации посмотреть а где можно располагать всплывающих окна меня зовут федор васильев и подробности в этом видео и так я перехожу в админку с его демо сайта wordpress джет папа у меня уже установлен после установки данного плагина у вас вот здесь появится вкладка джипа пап и джет плагин с вас здесь будет вкладки джипа папс лыбры библиотека и settings настройки выборы перейдем здесь вы можете видеть готовые макеты шаблоны всплывающих окон разных так сказать разновидностей здесь можно переключать чтобы отображать по категориям всплывающие окна здесь также еще странички навигации чтобы посмотреть все возможные окна то есть вы можете заинтересовавшие во всплывающие окно то есть как она выглядит по дизайну нажать над ним превью то есть это предпросмотр посмотреть как он выглядит в реале и если вам это окно нужно нажать install то есть установить именно вот это окно то есть в готовом виде но после установки вы сможете его отредактировать например поменять цвета и вообще его полностью изменить как хотите но можно всплывающее окно создать из нуля также давайте рассмотрим настройки setting здесь настроек почти нет здесь лишь нужно указать айпики сервисы mailchimp mailchimp это сервис мл рассылки то есть если вы пользуетесь этим сервисом вы можете получить айпики в настройках сервиса mailchimp прописать его здесь чтобы собирать подписчиков с вашего сайта через эти всплывающие окна привязав mailchimp вот здесь вот через айпики дальше посмотрим джет папа нашу вкладку здесь как раз таки создаются окна здесь вы видите несколько кнопок наверху макет папа можете сразу кликом мыши определить вот по картинке какой вариант вам нужен если определились кликнули здесь нажали создать папа или можно добавить новый папа вот здесь нажать видим что здесь у нас нет ни одного еще всплывающего окошка здесь будет список всплывающих окон потому что вы можете неограниченное количество создать разных всплывающих окон под разные условия и под разные страницы например на главной странице у вас будет всплывать какая-то акция она будет всплывать по загрузке страницы то есть как страница только загрузилась у конечного пользователя всплывающее окно показалось например на второй странице вашего сайта другое всплывающее окно с другой информацией и будет оно работать например по другому событию Когда человек уходит с сайта То есть он зашел на вторую страницу Всплывающих окон он не видит Но при уходе с сайта Мышку он увел с сайта Окно всплыло То есть вот так это работает И давайте посмотрим добавить новый pop-up Сначала пишем заголовок Я назову просто окно 1 Нажимаем опубликовать Дальше можем нажать редактировать в Elementor То есть если мы с нуля создаем всплывающее окно У нас здесь ничего не будет То есть вот вы видите просто прямоугольник Это уже всплывающее окно Но пока здесь ничего нет Давайте просто изначально посмотрим Что это действительно работает В самом прямоугольнике вы видите плюсик Здесь вы можете определить сколько колонок вам нужно Ровно так же как это делается в Elementor В конструкторе страниц Или здесь есть также папка библиотека То есть шаблоны Давайте просто я перенесу сюда кнопку Чтобы просто посмотреть как это работает Ничего настраивать пока не будем Нажимаем опубликовать Если мы сейчас вот так вот нажмем выйти Казалось бы у нас все с вами готово Кликнуть JPAP У нас вот здесь вот будет светиться условие невыбрано Это обязательно нужно сделать То есть определить на каких страницах это будет отображаться Иначе система не может понять сама Где вы хотите чтобы это всплывающее окно отображалось И здесь мы кстати сразу видим Вот она первая вкладка Наше первое с вами всплывающее окно Мы наводим сюда мышь редактировать в Elementor Нажимаем это мы с вами попадаем обратно во всплывающее окно Вот вы сами видите Мы добавили с вами только лишь кнопку Здесь мы смотрим в левый нижний угол шестеренка Нажимаем сюда Пока не смотрим настройки Вот самое нижнее display setting Нажимаем вот на эту кнопку И вот здесь мы задаем условия На каких страницах включить На каких исключить Нажимаем вот на эту кнопку Вот здесь мы выбираем Исключаем мы или включаем То есть вот это первое английское слово Это включить Дальше кликаем вот сюда Где включить Для всего сайта Давайте сделаем для одной страницы Как только я это выбираю Еще одно окно Кликаю мышкой по этому окну Я хочу на странице Как только я это выбираю Еще одно окно появляется Кликаю сюда И здесь будут показаны Именно ваши страницы Созданные Которые вы создали На своем сайте ранее Вот главная страница Я ее выбираю И таким образом Вы можете нажать Еще раз на эту кнопку И для этого Нашего первого окна Задать еще какие-то условия Исключить Включить Ну тут в принципе не сложно Если хотите условия удалить Вот здесь есть корзинка Кликайте мышкой сюда Условие удалится Если вы все сделали Нажимаем вот на эту кнопку Save настройки То есть сохранить настройки Все Вот здесь есть крестик Закрываем окно После этого только Мы можем выйти Сюда кликнуть JetPubUp Чтобы посмотреть Вот здесь вот видите У нас условия назначены Страница главная То есть мы когда сюда Будем даже переходить И когда у нас будет Много здесь окон Мы никогда не забудем Какое окно Где у нас работает Потому что сразу будем Видеть условия Теперь давайте проверим Я перейду на главную страницу Обновлюсь И так же окна мы не видим Потому что мы не все с вами сделали Давайте вернемся в настройки Редактировать Переходим опять в шестеренку Настройки сверху Я немножко забежал вперед И показал вам сразу уже условия На самом деле давайте начнем сверху вниз Ну здесь понятно Что опубликованы названия окна Настройки Вот условия показа У нас не выбрано Поэтому так же окно не сработало Тоже важный момент Эффект анимации Как будет появляться окно Вы можете сразу видеть демонстрацию Есть интересные варианты Например Подпрыгивание Или ротейт поворот И вот они условия показаны При загрузке страницы в секундах Время без действия То есть когда человек находится на странице Какое-то время Через какое-то определенное время Окно всплывет При прокрутке страницы в процентах Например до середины страницы Прокрутил человек Окно всплыло При попытке выйти То есть человек уходит с сайта Мышку увел с сайта Окно появилось В назначенную дату По клику на Кастомный селектор Но здесь уже посложнее Здесь нужно определить селектор На который человек кликнет Чтобы окно всплыло Это может быть кнопка Мы с вами рассмотрим лишь При загрузке страницы И при уходе с сайта Вот два варианта посмотрим Давайте при загрузке страницы Как только мы выбираем этот вариант У нас появляется задержка Через сколько секунд появится Ну пускай через одну секунду появляется Показать только лишь один раз И дальше вы выбираете А показать один раз в 10 минут В 30 минут В час И там в дни В три дня И так далее В месяц и так далее Пока мы тестируем Пускай здесь я ничего не выбрал И загружать ли контент Аякс То есть без перезагрузки Ну я не рекомендую Наверное все-таки выбирать этот вариант Оставим тоже выключенным Вот сейчас Нажмем опубликовать Сейчас идем проверять Должно уже окно появиться Я обновляю страницу И через одну секунду Вы сами видите У нас экран затемнился И пока что Во всплывающем окне Нет ничего кроме кнопки Крестик закрыть Все работает А теперь мы проверяем с вами Условия Так как мы это сделали Только на главной странице Я перехожу блок На другую страницу Своего сайта Видим что никаких Сплывающих окон нет Работает только для Главной страницы Еще раз на главную Переду Все работает И теперь давайте Более детально Посмотрим при Уходе При попытке Выйти С сайта Это очень интересно Чтобы не мешать Сплывающим окнам Своим пользователям Я страницу обновил Вы видите Я ее прокручиваю Уже прошло много секунд Ничего не происходит Вот сейчас я попробую Мышку увести с сайта Как только я ее увел Окно всплывает Тоже работает А теперь посмотрим Давайте Что делать С самим Сплывающим окном То есть Здесь все то же самое Тот же конструктор Как в Elementor Pro Для начала Я все-таки Рекомендую вам Выбирать Из библиотеки То что я показал Ранее Сразу готовое Всплывающее окно То есть Это здесь же По шестеренке Мы с вами Рассмотрели Вот это Все моменты Теперь стили Z-Index Я рекомендую Сразу поставить единицу Чтобы это окно Было поверх Всех элементов Дальше Контейнер То есть Вот это Ширина контейнера Кастомная высота То есть Произвольная высота Можете задать Выбрать Как окно Будет прилеплено Например К левому краю К правому По центру Также наверху Окно появится Прилеплено Снизу По центру Положение Контента Также определяется Здесь Также можно задать Фон контейнера То есть Это цвет Самого всплывающего окна Дальше Дальше Давайте посмотрим Кнопка Закрытие Поп-ап Вы можете Выбрать Разные иконки Вот эта иконка Именно закрытие Меняется При наведении Можно также Изменить Там цвет И так далее И перекрытие Самого фона Сайта Обычно Это такой темный цвет Но вы здесь Можете Вообще не использовать Перекрытие Видите Просто окно всплывет Отключить ли кнопку Закрытие И тип фона Можно даже Картинкой залить Или залить Цветом И сделать Чуть прозрачным Чтобы видно было За заливкой Наш сайт Давайте я сейчас Это обновлю Пойду на сайт Обновлю здесь Вот вы видите У нас Желтым Все затемнилось То есть Все работает Закрываю Поп-ап Опять Сайт мы видим И давайте Я сделаю Условия Чтобы это Всплывало При загрузке Страницы Теперь давайте Посмотрим Плагины Я прокручиваю В самый низ До где у нас Jet Поп-ап Здесь есть Две кнопки MailChimp Посмотрим Но здесь Мы не увидим Потому что Нужна синхронизация Ваш профиль MailChimp И создать Новый список То есть У нас IP-ключ Не прописан И есть Одна лишь Кнопка Здесь у нас На вкладке JetPup Это Pop-up ActionButton То есть Это кнопка Которая способна То есть На нее можно повесить Вот здесь Если выбрана ссылка То ниже вешайте ссылку Это текст на кнопке Который меняется Также Здесь можно сделать Покинуть страницу Если я выбираю Покинуть страницу Вот эта кнопка Смотрите Окно всплыло Я на нее нажимаю И меня перебрасывает На другую страницу Это называется Покинуть страницу И так же Вы уже без меня Сможете поиграться Посмотреть другие варианты Закрыть Поп-ап Это место крестика Если не хотите Использовать крестик Крестик можно отключить Закрыть все окна Вот это Close all Поп-апс Это если у вас На одной странице Сразу несколько окон И другие варианты И вы должны понимать Что вы можете Загружать Разные элементы Создавать колонки Все что угодно Все что вы хотите Из самого Elementor Загружать Так же как вы Все это делали В обычном конструкторе Любой плагин Elementor Вы можете Поместить Ваше всплывающее окно Давайте еще какую-нибудь Картинку загрузим Обновлюсь Обновлю главную страницу Вот вы видите Все подгружается у нас И давайте Для закрепления информации Я покажу вам Как работать Именно с готовым Вариантом Ну просто загрузим Готовый вариант То есть вот у нас Есть с вами Один вариант Давайте я нажму Макет поп-ап Выберу вот этот вариант Нажму создать поп-ап Мы сразу видим Вот это все у нас Огромное всплывающее окно Давайте я выберу Сразу условия Пускай это опубликовано Дальше При загрузке страницы И здесь я выберу условия Включить Для одной страницы Страница И пускай будет страница Страница у нас Save Давайте я пройду на эту страницу Обновлюсь Итак, смотрим Я вывел на карту сайта Вот всплыло Огромное окно Просто Вот крестик закрыть Для всей страницы Давайте Я нажму выход Перейду сюда Вот этот вариант Я удалю Перейду в библиотеки Просто показать вам Как работать с готовым вариантом Вот этот вариант Например, мне нравится Нажимаю на кнопку Install Нажимаю ОК Вы видите Все то же самое Просто здесь уже Как бы есть какие-то предустановленные моменты Две колонки Девушка здесь Крестик закрыт Другого дизайна Заливка заднего фона Другого цвета И так далее Можно нажать Опубликовать Но нам нужно посмотреть В каких условиях Это происходит Ничего не выбрано Давайте выберем Включить Вы уже знаете Как это делается Для одной страницы Если это Для блога То это для архива Категории архива Вот у меня есть Джумла Там где статьи Джумла идут Сохранить Еще с вами проверим Здесь Не выбрано При загрузке страницы Чтобы мы просто Увидели это окно Иду на сайт Перехожу Джумла Вот окно всплывает У нас с вами все работает Думаю здесь вы Разберетесь Сами Более детально Настроить Всплывающее окно На этом данный урок Я заканчиваю И увидимся с вами В следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok